Я всю ночь ехал, ехал, ехал и привез много маточников, цитрусов. Была очень такая погодка жаркая, очень жаркая. Приходилось останавливаться. Мост проходить я проходил специально, рассчитывал так, чтобы ночью, чтобы когда стоишь, тент не грелся, ведь у меня в прицепе они все стоят. И чтобы было им более-менее комфортно. Ну, доехали все шикарно. Сейчас я вам их покажу. Вот стоит распылитель. Им я опрыскивал растения во время движения. Останавливался там каждые полчасика и вот так вот делал ему душа. Потому что температура была очень высокая. Доходило здесь до 50 практически градусов. Ну, когда едешь с всяких вот боков там из тента обдувало, а вот если останавливаешь, то начинается уже парилка. Получается вентиляция практически нету, когда стоишь. И очень большой идет нагрев. Поэтому приходилось их все опрыскивать. Ну, в принципе, доехали все более-менее нормально. Может быть там где-то чего-то сейчас еще немножечко поломалось. Смотрите, какие листочки шикарные. Здесь около, не около, 50 плюс саженцев. Заказал я их из Италии. Получилось у меня где-то почти на 500 тысяч. Но не все пришли. Будет еще поставка. Остальные еще должны будут прийти. Будет около 100 сортов. Может быть там чуть поменьше. И вот такого количества. Здесь у меня и большие, и метровые практически есть. Тент у меня метр десять от пола. Вот видно, что там штук десять есть почти метр. Там 90 сантиметров. Очень довольно много. Сейчас я их буду вытаскивать. Все вот так вот визуально выглядят шикарно. Есть какие-то даже с плодами. Не забывайте подписывать. Будем сейчас их пробовать дегустировать. Что там за получается плоды. Ну и посмотрим, какой там в Италии грунт. Сейчас будем их обрабатывать. Оставлю я их от других цитрусов. Мне надо будет их обработать. Потому что видно ведь, что вот присутствует тля. И возможно там всякая еще другая нечисть. Так что, ну сейчас я их достану и покажу вам уже более интересно. Я достал их все из прицепа. Сейчас они здесь поставил. Получается в дневное время сейчас здесь будет тенек. Когда будет самая санцепек. И вот такое вот количество цитрусов. Ну здесь около 55 что-то сортов. Всякие разные, повторных нет. Ну да, вот они сейчас еще начинают отходить. Вот видите, немножечко листья так повисают. Где-то какие-то немножечко перелиты немножечко. Какие-то я сейчас подлил их только. Потому что даже при транспортировке у многих, посмотрите, видите, земля повалилась. Возможно там в машине они падали. Даже вот где-то есть более такой с землей практически высыпавшаяся. Сейчас я буду добавлять им землю. Какие-то возможно буду пересаживать. Постепенно буду увеличивать там на чуть-чуть совсем им горшочки. Ну сейчас они вот отойдут. Потому что должно пройти время какое-то. Плюс я к своим сейчас не ставлю. Потому что, обратите внимание, возможно присутствует всякая болезнь у них. Тля вот. Либо это остатки от тли. То бишь, сейчас это все надо обработать несколько раз. И уже недельки через две можно будет их поставить ко всем цитрусам. Есть уже даже с плодами. Вон, посмотрите, какие лимончики висят. Вон там еще вон лимончики. Вон, видите, большие. Сейчас не видно. Вот, посмотрите. Один мандарин даже упал. Вот они висят уже с такими большими гигантскими мандаринами. Давайте я вам покажу. Вот, смотрите, моя рука. И вот. Вот такой вот мандаринчик. Будем все, что еще есть, будем дегустировать. Вон, на пурше висит. Все, что много всего зреет. Ну, возможно, отвалится. Вот это тоже, скорее всего, отвалится скоро. Какие-то зреют. Какие-то еще цветут. Возможно, сейчас они еще и зацветут. Вот здесь тоже. В общем, видите, все с плодами практически висят. Будем проверять, что это на вкус. По каждым сортам будет сделано отдельное видео. Рассказано именно про сорт. Поэтому не забываем подписываться и на Телеграм. Потому что там выскакивают у меня, бывают, такие всякие фотографии. Маленькие видео, которые не входят ни на YouTube, ни на Zen. Ну, ВКонтакте тоже такие же маленькие. Кому удобно, ВКонтакте. Кому удобно, Телеграм. Подписывайтесь. Ну, вот я еще взял бананчик. Этот бананчик, он плодоносит. И очень вкусные у него плоды. Но пока он маленький, мы его посадим, будет расти. И вот еще оливочки. Здесь две оливочки зеленые. Они вовсю цветут уже. Они на таком штампе сидят. То бишь, будут оливочки. Также я буду еще заказывать. Не все пришло, потому что я выбрал там в районе 70-80 сортов. А здесь около 60 получается. Там 55 что-то. Ну, я добавил еще там. Ну, скорее всего, 60 сортов, да. Плюс я закажу еще. И пока это будет все идти, возможно, я еще там выберу несколько сортов. Ну, в общем, сейчас у меня сортов на любой вкус и цвет. Очень большое количество. Все они будут сейчас черенковаться, прививаться. Вот еще лимончик такой шикарный какой-то висит. Поэтому, если хотите, там к осени я уже смогу. Ничего пока не в большом количестве. А можно сказать, ну, уже что-то сделаю. Потому что мне их надо будет сейчас формировать. Все равно так или иначе большое количество есть прививочек будет. И у меня сейчас саженцы растут. Поэтому к осени я думаю, что уже что-то начну делать. И можно будет там, когда похолодает, уже что-то либо забрать. Список я сделаю чуть-чуть попозже. Вывешу где-нибудь там ВКонтакте, в Телеграме именно сортов. Плюс у меня сейчас еще другие придут. Поэтому оно будет обновляться. В конечном итоге, я думаю, что будет около 150 сортов в моей коллекции есть. Можно всегда будет заказать, приобрести, отправим. Имейте это в виду. Неизвестно, что будет с границами. Поэтому я решил, пусть у меня будет большая коллекция. Чтобы уже не надо было заказывать. Будет российского производства. Такие же шикарные саженцы. Да, это, конечно, все не очень дешево. Но что поделаешь. Сейчас все это будем выращивать, растить, черенковать. То бишь уже и теплицы, если вы другие ролики смотрите, начинаются делаться. Уже в скором времени сделаются. И будет это все сажаться и выращивать. Также я заказал еще себе эти манго, авокадо. В общем, экзотик попаивать. То бишь экзотику еще такую. Будет, возможно, вот здесь строится такая отдельная зона, которая будет поддерживаться плюс 20-25 градусов зимой. И можно будет из дома здесь вместо окна сделаю выход. Типа, может, кухоньку там на погребе сделаю. Там типа водопадик какой-нибудь. Ну, здесь такую зону хочу сделать культурную. Вот эту, допустим, часть погреба снести. Там, может быть, просто снизу сделать как-то заход по-другому. Чтобы она... Либо, может быть, плющ какой-то посадить, обыграть это все более красиво. Но это я буду смотреть. Хочу здесь такую сделать зону отдыха. Такую, чтобы когда выходишь зимой, у всех как бы листьев нету, а ты выходишь, и у тебя все зелено, красиво, замечательно. Такую там, может быть, даже внизу где-нибудь там орхидеи посадить, что-нибудь такого плана. Но буду смотреть. Правда, не все быстро, потому что я делаю очень много. Но ничего не поделаешь. Что-то надо делать. Поэтому, возможно, здесь будет такой зимний сад строиться. Чисто вот под экзотику такую. Там, может, бананчик какой-нибудь еще где-нибудь посажу. Ну, хотя бананчик вот этот, который я взял, он даже 5 градусов тепла выдерживает нормальный и плодоносит. Друзья, настоятельно рекомендую подписаться на Телеграм. Потому что на Телеграме у меня выходит постоянно что-то свежее. Куча очень много-много маленьких роликов, которые вы просто даже не видите. Каждый день в реальном времени у меня маленькие ролики. Там, по минуту, по две. То, что сегодня происходило. Всякие там ЧП, интересные вещи. Куда-нибудь мы поехали. Тройка. То бишь, блочок идет такой. Поэтому не забываем подписываться. Я оставлю вам ссылочку в комментариях. Либо вы просто нажимаете в Телеграме поиск. Пишите зеленое хобби. И подписываемся на мой значок. Как всегда, божья коровка и зеленый листочек. Там будет у меня всегда все что-то свежее. То, что я не успеваю все сделать на Ютуб и Дзен. На Дзен Ютуб выходит немножечко попозже. Но самое свежее это на Телеграм. Там идет живая жизнь. Поэтому жду вас всех на своем Телеграм-канале. Из Италии все приехало. Все шикарно. Все классно. Все. Всем спасибо. Всем пока.